Омолаживающие, очищающие, увлажняющие, питательные, о чём я говорю, как вы думаете? Конечно же, всё это мы говорим про маски. Одни можно использовать ежедневно, другие, наоборот, не рекомендуют. Аллергия, шелушение зуд и появление сыпи, как результат регулярного нанесения масок из фруктов, мёда и овощей. С одной стороны, они эффективны, так как в основе только натуральные продукты. С другой, замедляют процессы в организме. Появляется дряблость кожи и морщины. Более подробно узнаем у нашего гостя. У нас в студии Наталья Станкевич, герматовенеролог-косметолог. Доброе утро. Доброе утро. Наталья, так расскажите, пожалуйста, вот если зимой уж точно нужно увлажнять кожу, правильно, а летом вообще это нужно делать или нет? Обязательно, потому что несмотря на то, что у нас пришло солнышко в город, ещё помимо отопительного сезона у нас пришли кондиционеры. То есть они тоже очень сушат кожу, то есть обезвоживают её. То есть прям в обязательном порядке нужно увлажнять кожу не только зимой, но и летом. Ну вот если говорить про огород сейчас, знаете, начинают расти уже и помидоры, и огурцы, и вот эти вот любимые масочки огуречные. Вообще рекомендуете их или нет? Да, почему бы, нет, они тоже очень-то довольно-таки прям богаты витаминами, всё, что с огорода, особенно если имеется свой огород, свой сад и привезённое всё оттуда, очень довольно-таки всё витаминизировано. То есть можно не стесняться, не стесняться или пить всё на себя в вашем количестве. Грубо говоря, так, да. Но вот правда, их используют именно вот так, просто надо нарезать огурец и приложить или что-то ещё? Посолить ещё. То есть кто-то вообще использует, прям, скажем так, нарезал и наложил на лицо огурцы, клубнику, кто-то смешивает это с чем-то. То есть со сметаной это может быть яичный белок, это может быть сливки, то есть вообще огромное количество, скажем так, ингредиентов, можно добавить что-то в одно. Ну вот, кстати говоря, если вы заговорили уже о молочных продуктах, то что вы советуете вообще, какие кисломолочные продукты, так скажем, наносить на лицо? Из кисломолочных самым таким универсальным, скажем так, является сметана. То есть можно использовать кефир, можно использовать сливки, кто-то ещё добавляет простоквашу, то есть можно варьировать. Но сметана является таким самым, можно сказать, универсальным продуктом, потому что она всё-таки питает, особенно если это домашняя сметана, это отлично подойдёт для приготовления масла. Но опять же нельзя наносить, насколько я знаю, после ожогов солнечных, правильно? Вообще нельзя наносить? Да, нельзя. По-моему, насколько я слышал, что вот именно жирное что-то мазать, это всё равно, чтобы приливать масло в огонь. Ну да. Да, то есть поэтому надо всё-таки чем-то после ожогов, то есть увлажнять кожу. Иными средствами. Да, иными средствами. Наталья, мне вот очень интересно, всё-таки мы сказали, что если наносить какие-то маски, то можно нанести ещё и вред. Это правда или нет? Да, да. То есть бывает индивидуальная непереносимость компонентов. То есть такие вот, например, аллергичные компоненты, как мёд, те же самые ягоды, которые содержат в себе, в своём составе фруктовые кислоты, то есть они ещё и являются фотосенсибилизаторами, то есть они могут вызвать, не используя солнцезащиту летом, можно вызвать гиперпигментацию на лице, с которой довольно-таки потом очень тяжело бороться. Боже мой, ну давайте... А как выражается вот гиперпигментация для нас, тех, кто не разбирается? То есть это тёмные пигментные пятна на коже лица. То есть когда кожа лица после использования, например, маски с чёрной, там, допустим, красной смородины, то есть она в себе тоже содержит кислоты, и, например, выйдя там на следующий день, например, на пляж, не использовав солнцезащиту, можно заработать себе вот такую гиперпигментацию. Тёмные пятна на коже. Веснушки. Можно сказать и так, то есть более, только более крупные. И, конечно же, хочется узнать у профессионала какую-нибудь маску такую, знаете, которую вы точно используете, и знаете, что она многим может подойти. Смотрите, можно использовать клубнику Викторию, то есть она на самом деле является, прям таким универсальным продуктом и подходит для всех типов кожи. То есть, например, для жирной кожи мы можем добавить туда, например, яичный белок. Для сухой кожи, то есть мы можем добавить туда сметану. Можно варьировать, то есть, скажем так, вот эти компоненты один к одному свешивать и наносим на лицо на 15-20 минут. В принципе, всё. То есть подходит, она даёт именно вот такой освежающий, сияющий вид здоровой кожи. Ну и не забываем о солнцезащите. Спасибо вам огромное, спасибо за отдельные советы, которые вы нам сегодня подарили. А я напомню, что у нас сегодня в студии была Наталья Станкевич, дерматовенеролог и косметолог.